это патроны рио магни с навеской 50 граммов 76 миллиметровой длины дробь номер один вариант на гуся давайте проверим как будет работать инерционное ружье с такими патронами честно ружье очень легкая а потом даже выглядит настолько внушительно что стрелять немножко страшновато потому что отдача обещает быть ну не детской но ничего не поделаешь тут уже пять патронов не уходит потому что не длиннее значит один в патроннике и 3 магазин стреляем автоматика отработала без всяких вопросов ощущения в плече конечно немножко другие особенно по сравнению с облегченными навески но тем не менее ружье работает великолепно теперь что касается газоотводного ружья в нем как мы помним в комплект входит дополнительный поршень для тяжелых навесок и вот это как раз тот случай когда нужно снять стандартный поршень и установить его для того чтобы механизм работал штатно и без всяких проблем дальнейшем потому что несколько выстрелов на легком поршни с тяжелыми патронами он может быть переживет без проблем но в дальнейшем не хочется насиловать механику ружья не подходящий неподходящими для этого поршня патрон так что ружье мы разбираем и поршень меня вот видно поршень для легкой навески с которой мы отстрелялись уже заметно на нем какой нагар оставляют патроны в газоотводной схеме а вот вешаем поршень для тяжелой навески собираем ружье обратно и проверяем работу магнум патронов на газоотводном ружье что можно сказать автоматика работает какие положено без всяких нареканий по ощущениям вот говорят что инерционка полегается сильнее ну я бы так не сказал может быть меня как бы после стрельбы из полуинерционного ружья уже плечо немножко подустало но вот сейчас мне показалось что газоотвод ну как минимум не слабее в отдаче чем полуинерционное ружье поэтому я склонен эту разницу если она даже есть списать как несущественно теперь давайте промоделируем ситуацию которая может возникнуть на уходе представим себе что ружье у вас заряжена ну грубо говоря на гуся и смазуем патронами и тут вы внезапно понимаете что планы по уходе у вас поменялись и нужно выстрелить патроном с другой навеской например пятым номером со стандартной навески давайте проверим как работает замена патрона в ружье и посмотрим как работает автоматика при такой схеме зарядки что ним разряжаем магнум и до заряжаем до заряжаем стандартный патрон все готово к стрельбе снимаю с предохранителя и стреля вот при такой последовательности разница между стандартным патроном и магнумом чувствуется очень хорошо поверьте мне она есть и совсем не маленькая тем не менее автоматика ружья работает отлично при необходимости быстро сменить патрон вы можете вынуть его из патронника бросить на лоток нужный и ружье не будет подавать из магазина патроны без выстрела если же вам нужно разрядить магазин ружья вот здесь сзади есть специальный рычажок который подает патрон на лоток и вам придется с его помощью по одному патрону дергая передергивая затвор ружье разряжать у нас остался поршень для тяжелой навески для навески начинает 40 грамм тем не менее первый патрон был 32 граммовым и ружье без всяких проблем на тяжелом поршни его перезарядить теперь заряжаем магнумом инерционки и моделируем замену патронов патронники на более легкий вынимаем магнум и берем 5 вам пробуем автоматика работает без проблем опять же по моим ощущениям я не могу сказать чем это связано но отдача инерционки мне кажется немножко мягче чем газового полуавтомата это конечно не совпадает ни с каким мифом и общественным мнением по этому поводу но это мое субъективное впечатление перейдем к следующим тестом